Друзья, всем привет! Вы слушаете 31 выпуск из Декаста, подкаста разработки по его окрестностях. С вами в этой студии, как обычно, я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях мой тезка Константин Кичинский, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Кость, привет! Всем привет! В основном мы обычно называемся именгелистами, формально, да, эксперт? Ну да, мы как раз с тобой пока за кадром обсуждали, что вот так и так, но эксперт по стратегическим, тем более технологиям, звучит, конечно, солиднее, чем просто технический евангелист. Нет, самое главное не в этом. Самое главное, что для как-то русского уха это как-то даже более, что ли, понятно. Понятно, согласен. Хотя, что такое стратегические технологии тоже никто не знает, но слово евангелист для многих по-прежнему непривычно. Да, но мы еще поговорим, что же, какие же у вас там в Microsoft стратегические технологии. Давай вначале по традиции расскажи буквально пару слов о себе, как ты попал вообще в наш айтишный мир, вот как давно там и чем занимаешься, и как вообще попал в Microsoft в итоге? В айтишном мире я, наверное, как говорится, студенческой скамьи, разными вещами занимались, там, наверное, не стоит погружаться сильно в детали. Ну и, соответственно, на самом деле, практически сразу после вуза я пришел в Microsoft и уже как-то 7 лет тружусь на славу развития технологий. А сейчас у нас как бы есть разные отделы в Microsoft. Наш конкретный отдел, он занимается очень такой специфичной деятельностью, тем самым евангелизмом. И одна из таких принципиальных задач для нас – это не просто продвигать технологию Microsoft, она скорее нацелена на развитие, скажем так, экосистемы, с использованием технологии Microsoft, может быть, не обязательно с использованием. Ну, как мы еще давным-давно, я когда-то, у нас было такое понятие академический венгелист еще, я работал в основном со студенческой аудиторией, вот, и мы рассказывали как раз там студентам, что, понимаете, как бы, ну, как обычно там Microsoft, доля рынка, все такое, вот, а неинтересно растить долю рынка. То есть, это, конечно, важный момент, а интересно растить, как говорится, общий пирог с тем, чтобы IT-сфера, ну, если мы говорим про Россию, в России максимально развивалась, и, соответственно, вот наша деятельность, она во многом направлена на это. Слушай, ну, стало немножко понятие. Вот, кстати говоря, ты сказал, что ты там уже 7 лет трудишься в Microsoft, да, вот, кстати, интересно послушать, как вот там, с точки зрения, ну, не знаю, карьеры и какого-то технологического прогресса, ты же пришел туда студентом, ну, там, после института. Ну, практически, да. Ну, я не знаю, там, у всех людей в Microsoft по-разному карьера складывается, и я на самом деле… Нет, это понятно, просто интересно, как это было у тебя конкретно. В одном же отделе занимаюсь каждый год немножко разными вещами, хотя какой-то там технологический фокус, и, ну, в частности, вот, мы обсуждаем сегодня веб-технологии, фокус на веб-технологии, он у меня присутствует вот все эти годы, и Microsoft большая компания, у нас много разных технологий, и вот в нашем отделе есть люди, которые, например, сфокусированы на Windows-разработке, там, на офисной разработке, на разработке с использованием облаком, отдельно на DevTool'ах и так далее, вот, и в моем фокусе у меня, собственно, все эти годы был особый интерес к двум вещам. Первое – это веб-разработка клиентская, то, что называется фронт-энд, и второе – это дизайн в различных его проявлениях. И за годы что менялось? В моей личной карьере менялась аудитория, с которой я в основном работал. Первые несколько лет это в основном была студенческая и преподавательская аудитория, а на сегодня это как в целом широкая аудитория разработчиков, так и конкретная компания-партнера, с которыми мы разные проекты делаем. Ясно. Слушай, а вот расскажи тогда такой интересный вопрос, хочется задать тебе. Как менялась аудитория не с точки зрения, что это студенты, тут уже не студенты, а именно вот какого-то, может быть, такого, не знаю, технологического уровня, ну, то есть уровень компетенции вот тех, с кем ты взаимодействовал, какой он был там 5-7 лет назад и какой он сейчас, то есть насколько это все тоже меняется, общий уровень как бы или там какая-то, что называется, средняя температура по больнице, вот как-то так. Не знаю, понятно, понятно. Да, на самом деле достаточно такой вот понятный вопрос. И ключевое, на самом деле, такое изменение, оно очень интересно, наверное, снаружи наблюдать, в том числе оно просто отображается на то, как Майкрософт о себе наружу заявляет. Когда я пришел в компанию, значительный фокус наш технологический, он был на платформе .NET в то время, и, соответственно, наверняка слушатели помнят всякие замечательные вещи, типа Silverlight, да? Даже если сами не писали, наверняка слушатели. О, да, про Silverlight это отдельная песня, я никогда не забуду, когда там Silverlight, все это будущее, и вот прям просто кровь из носа, ребята, юзайте вся. А сейчас вот так смотришь, оглядываясь, да, и уже... Да, мы про это, кстати, можем еще поговорить. Собственно, для нас основной интерес это были те люди, которые пишут приложения под Windows, либо пишут, если мы говорим про веб-решения, это, скажем так, корпоративные веб-приложения, такие существенные серьезные сервисы, там, с применимой ASP.NET, это, я не помню, какая тогда версия была, и, соответственно, с точки зрения именно целевой аудитории, в значительной степени это были уже такие опытные, продвинутые разработчики, которые в этой среде или создание Windows-приложения, или там сервисные разработки уже достаточно давно присутствовали. А веб-разработки, вот клиентской, там, фронт-энда, скажем так, она тогда была, на самом деле, ну, не знаю, насколько правильно говорить, сейчас я попробую посчитать, это, наверное, 2007-2008 годы, навряд ли можно говорить, что это было совсем уже зачаточное состояние, но сравнивая то, чем веб-разработчики занимаются сегодня, технологический срез, там, тулы... Слушай, ну, это вообще сравнивать нельзя, потому что я вот тоже на это оглядываюсь, и мне становится страшно просто. Вот, и тогда, ну, вот если сравнить, да, тогда веб-разработка была детским таким садом, и, ну, мы, например, активно ей не занимались, понятно, там есть, там, HTML, там, 4-й, CSS 2-й, там, у нас браузер, там, Internet Explorer, я не помню, какая версия, там, то ли 7-я, то ли 8-я тогда выходила, вот, понятно, что конкуренция там как раз в те годы начала активно развиваться, там, и, соответственно, Firefox сначала начал отъедать большую долю, потом, соответственно, Chrome, но, тем не менее, с точки зрения именно веб-разработчиков, тогда еще не было HTML5, вот эта вот база вокруг этого, и поэтому вот веб-разработчики тогда действительно были... Это были верстальщики, по большому счету, они верстали странички еще таблицами и всем прочим. Ну, да, 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 я тоже помню те времена, вот, но сейчас-то как бы все, конечно, уже совсем поменялось, уже тут просто только чтобы начать, уже, я не знаю, там, все говорили, что там веб, знаешь, это очень легкий старт, да, там, открыл, я не знаю, там, любой сайтик, или там в Гугле нашел какие-то сниппеты, да, скопировал, там, в каком-нибудь во фронт-пейдже вставил, вот у тебя уже какая-то домашняя страничка. А сейчас, когда так вот задумываешься, что там надо, значит, сборщики, там, гранты, галпы, пятое-десятое, тут какие-то минификаторы, сейчас уже ES6, которые надо там, значит, как-то компилить там бэблом, пятое-десятое, вот, как бы, чтобы старта даже получить какой-то уже большой такой стэк технологии нужно знать. Да, причем, как бы, опять-таки, если ты посмотришь, ну, HTML, вот, именно в качестве верстки, то, что пишется в HTML-файле, оно, в общем-то, не сильно поменялось, хотя я вот вижу там, с учетом всех этих фреймворков, что все меньше пишут сами ручками и больше там, соответственно, пишут там какие-нибудь шаблоны, и дальше это генерация кода. А CSS, он сильно усложнился, с учетом вот всех этих бэмов и всего прочего, вот этих структур, и опять-таки, те самые шаблонизаторы и любые упростители, скажем так, написания кода шаблонного особенно, и JavaScript я вот просто на днях приводил на одной статье в Хабре пример, писал Windows-приложение на JavaScript, и в какой-то момент поймал он себя на мысли, что как только я начал вот эти все стрелочные функции, промисли и все прочее писать, а там 10 лет назад этого в помине не было, тогда JavaScript, он, конечно, был своеобразным языком всегда, но он был достаточно простым. А сейчас ты попробуешь коннику дать этот JavaScript показать, для него это такая магия стрелочек, иероглифов, всего прочего будет, что, может быть, это теперь не самый простой язык для изучения, хотя дискуссия на тему, с чего начинать, и я много слышал там разговоров, особенно от веб-разработчиков, что JavaScript — прекрасный язык для начинания. Ну, ты, кстати говоря, как сам к этому тезису относишься? Не знаю, для меня как бы на сегодня JavaScript у него... Ну, сейчас скажу, смотри, есть, как всегда, плюсы-минусы. Что мне нравится в JavaScript, это то, что он, особенно в последних версиях, ну, как последний, ECMAScript 6, или как он сейчас, 2015, ну, и, соответственно, с 2016 или там седьмым, он стал, ну, если раньше он был таким с прототипным наследованием, которое еще фиг-два кому-нибудь объяснит, что это такое, и там наследование классическое объектно-ориентирование через классы, в нем искусственно реализовано. Вот когда сейчас там появляются классы, и, соответственно, JavaScript становится большой смесью всего, и функциональной парадигмы, которая в общем-то всегда была присуща в том или ином виде, и, соответственно, там, динамический язык, и объектно-ориентированное наследие, и прототипное наследие, это хорошая почта для объяснения разных концепций. Оно, с другой стороны, конечно, может запутать, и если бы в языке было просто что-то одно, было бы, ну, как бы, меньше шансов, что ты шаг влево, шаг вправо что-нибудь не заработаешь. Ну, вот тут, кстати говоря, да, знаешь, тоже такая мысль меня посещает, что вот он как бы, когда он появился, он был некий такой свой, ну, неважно, там, хороший, плохой, да, но вот некой как бы со своей концепцией, там, парадигмой, скажем так, да, и вот как на нем писать, то сейчас туда, как бы, да, он получил там последние годы активное какое-то развитие, но в этом развитии, мне кажется, народ, ну, в смысле, контрибьюторы, там, производители браузеров, я уж не знаю, кто там сидит в A3C, там, да, разработчики стандартов, они как-то вот решили, так сказать, наверстать упущенное за все годы вот этого вот такого спокойствия, да, что называется, и напихать сюда всего. Ну, оно на самом деле очень понятно, почему там многие вещи именно, если мы берем язык, происходят, и они в основном, если так вот внимательно посмотреть, а что же именно добавляют, я не беру там мелочи, типа вот тех же самых стрелочных функций, это скорее такой приятный сахар, да, который просто позволяет проще или местами нагляднее писать код. А вот эта вся идея вокруг там классов, там, статическая типизация, которая там в TypeScript, там, вещи, которые с этими саннотациями Google привносит, вот это все, оно же направлено на очень простую вещь. Индустрия дошла до некоторого такого порога, когда на старом, добром, теплом, ламповом джаваскрипте писать сложные, суперсложные вещи стало накладно. И, собственно, если посмотреть, скажем, сколько, сейчас я просто прикину, наверное, года три назад, чем занимался Google, чем занимался Microsoft и некоторое количество других компаний, если посмотреть, ну, как они писали свои собственные веб-решения, будь для Microsoft это Outlook или Office Web Apps, или там для Google тот же самый Gmail и всех, вся их вот это Google Web Toolkit, или как он там назывался? Ну, GVT, да, Google Web Toolkit. Да, оно же все крутилось вокруг того, что ты пишешь код на нормальном языке. Да, который потом превращается... А он дальше превращается в динамичный язык JavaScript. И, соответственно, все вот эти вот дальнейшие попытки сделать вот какие-то промежуточные решения и так далее, Dart попробовать поменять, что крутится в вебе. И, на самом деле, то, что было там популярно 10 лет назад, тот же самый Flash, и впоследствии, когда мы запускали Silverlight, идея была как раз в том, чтобы взять что-то более строгое, что-то более местами производительное, что-то более подходящее для написания сложных приложений и на этом чем-то писать сложные приложения. И, собственно, индустрия дозрела до той поры, когда просто стало невозможным не изменять JavaScript для того, чтобы развиваться дальше. Слушай, ну а вот как ты думаешь, почему вот ни одно из этих решений, ну я имею в виду, которое там писать на чем-то другом, что потом там транспайлиться в JavaScript, по большому счету не прижилось? Ну не то, что прям совсем не прижилось, да, безусловно, такие вещи, они остались и есть, там и ASP.NET никуда не делся, и многие другие вещи, но все равно вот как бы фокус сместился на то, чтобы нативно именно развивать сам JavaScript. Ну, на мой взгляд, тут две основные причины. Первое, что тебе нужно, вот представь себе, что ты пишешь, допустим, я со своей, условно говоря, колокольни, на C-Sharp, и твой код там компилируется в JavaScript. Тебе нужно, а, понимать оба языка, потому что в конечном счете бывает ситуация, когда тебе придется копаться в том коде, который получился в итоге. Ну да, это вот, к сожалению, тоже неизбежная вещь. Вроде как, наоборот, идея в том, чтобы до этого не доходило, да, как бы по факту. Ну, мы в идее, а по факту, то есть оно, бывают моменты, когда ты лезешь уже в как бы скомпилированный, ну, то есть конечный код, чтобы там что-то оптимизировать, там поправить или еще какие-то вещи делать. Особенно, когда, собственно, это сейчас, там, реализация браузерами, даже JavaScript, она более-менее стала единообразной, хотя иногда бывают какие-нибудь там баги, отклонения, но с этим все активно борются. Соответственно, в тот момент там периодически встречались разные, там, у разных браузеров, у нас в том числе и отклонения. Вот, и второй момент, соответственно, помимо того, что тебе нужно знать там оба языка, тебе нужны в идеале еще инструменты, которые позволяют вот этот маппинг наглядно отслеживать. То есть ты пишешь, допустим, в C-Sharp или Java, но вот в браузере это выполняется JavaScript, и, соответственно, нужно иметь хорошие инструменты, которые тебе позволяют с этим делать. Это там еще одна сложность. Таких вот мелочей, там, когда веб-разработчики перешли к сборке приложения, там, минификации и всему прочему, это же как-то в Toolchain, в цепочку создания конечного кода добавляет кучу дополнительных промежуточных этапов, и все сильно усложняется. Поэтому, мне кажется, вот, с одной стороны, любовь там или там предпочтение к JavaScript, с другой стороны, попытка уменьшить количество промежуточных звеньев, они как раз привели к тому, что индустрия пошла по пути стандартизации и развития JavaScript вместо каких-то промежуточных вещей. Ну, да, это, в свою очередь, вызвано тем, что просто фокус с точки зрения нагрузки, там, бизнес-логики больше сместился в клиентскую часть, и поэтому уже клиентская часть стала более тяжелой. Если раньше большая часть работы производилась там на бэкэнде, да, по сути, фронт-энд просто там рисовал красивые формочки, и, собственно, все. То сейчас очень много, особенно каких-нибудь там enterprise-решений, они такие все насыщенные, тяжелые, все на клиенте. И тут уже, конечно, вот так просто не отладить, когда это там пишешь в каком-то другом инструменте, очень сложно найти, так сказать, точки соприкосновения, во что все превратилось. Ну, да, все, наверное, как-то так. Слушай, ну... Извини, есть просто еще один такой прикладной момент, я уже говорил про вот эту сложность. Это, собственно, та причина, по которой, допустим, что Silverlight с нашей стороны, что Flash со стороны Adobe не стал, как в свое время Java, тоже по большому счету не стала, платформой, которая работала бы одинаково везде. И, соответственно, вот все идеи про там Flash, Silverlight, что ты пишешь под них, и, наверное, там все везде заработает, они стали жертвой той же самой шутки, что была про Java, когда говорили, что твой код работает везде, где есть Java, а Java работает везде, где есть Java – виртуальная машина. Вот. И, собственно, что Adobe с проникновением мобильных платформ столкнулось с этим, но там еще было горячее, такое яростное даже нежелание пускать Flash на iOS со стороны Apple, чтобы, соответственно, столкнулись с тем, что поддерживает тот же самый Silverlight под все браузеры, все платформы мобильные и так далее. Это сильно накладно, и в то время, когда если просто посмотреть там в соседнее окно, то ты увидишь, что уже есть кросс-платформенный, кросс-браузерный фреймворк на веб-стандартах, который просто нужно убедиться, что он работает везде одинаково, и здесь просто каждый вентер под свою платформу сам делает, и за счет стандартизации достигается некоторая такая переносимость кода. это гораздо более гибко и гораздо более продуктивное решение получилось. Понятно, и, в общем-то, как бы все стали потихонечку стали концентрироваться именно на развитии стандартов. Ну, я вот смотрю, если говорить про Microsoft, то там Edge, и уже там открытая, так сказать, поддержка открытых стандартов, да, вот вы как бы поняли и тоже решили перефокусироваться после Silverlight и каких-то таких подобных вещей. Да. Как-то так. Слушай, но о Silverlight, да, кстати, по поводу Silverlight, еще я тоже вот помню там ActiveX, вот раньше активно прям они юзались, а тут сейчас их даже, вон, уже из браузеров даже выпилили. Это тоже, как-то, такой пройденный этап, можно сказать, да, по большому счету? Ну, в принципе, да, с ActiveX, это тоже интересный момент, мы недавно, я не помню, сейчас даже вспомню, что мы вспоминали, запуск Windows 10 был, и, соответственно, мы вспоминали, что там, соответственно, сколько получается, 20 лет назад вышел Windows 95, и вот мы как раз смотрели, а что же появилось в Windows 95, и это было как раз то место, где, если я не ошибаюсь, появился там ActiveX, вот, и, соответственно, с ActiveX, так же, как и с кучей других вещей, которые были в Internet Explorer, пришлось расстаться по множеству причин, одна из ключевых при этом была в том, что они все были бинарными, в том смысле, что расширения были бинарными, и это всегда некоторый такой слой угрозы для безопасности, то есть, фактически все расширения представляли собой машинный код, который периодически мог, если особенно была какая-нибудь ошибка или дырка в безопасности в браузере, он не выполнялся в песочнице, и, соответственно, мог чего-нибудь нарушить, и поддерживать это тоже становилось сложным, и более того, если даже посмотреть, там, сколько уже, наверное, где-нибудь лет, года четыре назад, или когда мы запускали Windows Phone, соответственно, уже тогда было понятно, что ActiveX не будет работать на армии, никто не будет его туда переносить, переносить, и поэтому твое решение как настройка к браузеру, оно снова было завязано только на десктопную версию браузера, а в то время как нужна и мобильная, и планшетная, и любые другие, и, соответственно, там это не заработает, и то есть твое решение как настройка к браузеру или расширение функциональности браузера, оно перестает быть переносимым, и это тоже в определенном смысле проблема. — Слушай, ну а как вот быть там, когда нужна тебе какая-то, ну, по большей части понятно, что это там имеет смысл для какого-то там корпоративного сектора, там, интернета, да, где когда, ведь в куче, я так подозреваю, интернет каких-то порталов использует ActiveX, которые там очень выполняют какую-то специфическую вещь, которой не было там в браузере никогда и, возможно, не будет, ActiveX, ну, я не знаю, имеется в виду плагин какой-то, да, внешний браузер, позволяет тебе эту функциональность получить у тебя, и с ней взаимодействовать со страниц, там, с JavaScript и так далее. — Да, ну, здесь мы в десятке пошли по очень простому пути, он, на мой взгляд, был, наверное, самым разумным в такой ситуации, мы фактически заморозили интернет-эксплорер 11, он в десятке остался, и, соответственно, для вот этих самых сценариев там работает ActiveX и любые другие бинарные расширения, все как было, и, соответственно, мы просто прекратили развитие интернет-эксплорера, там только патчи безопасности будут выходить и так далее, а, соответственно, развитие с точки зрения веб-стандартов, они полностью в ЭДЖе, и, соответственно, если ты делаешь новый сайт, почти наверняка ты будешь смотреть на веб-стандарты, а если у тебя есть там легоси, такое решение, которое тебе нужно все еще поддерживать, то, соответственно, для тебя есть вот интернет-эксплорер в корпоративной среде. — Ну да, в общем, от него пока что никуда не деться, но, тем не менее, вот сейчас хорошо, но расскажи... — Смотри, насчет не деться, как бы для нас, ну, я так, может быть, неправильно говорить, что как стратегия компании вот такое, мое восприятие этого, оно так очень простое, что удел, скажем так, интернет-эксплора, это корпоративный сегмент, где он нужен, исходя из вот таких вот легоси причин, соответственно, для публичного веба консюмерского это ЭДЖ, и, соответственно, если ты разработчик, ты пишешь сайт на широкую аудиторию, то твоя целевая платформа с точки зрения браузера это ЭДЖ, а не интернет-эксплорер. — Ну, в принципе, да, в принципе, да, логично. Слушай, ну, расскажи немножко поподробнее вот, в принципе, про то, про ваш, так сказать, ну, про ЭДЖ, про браузер и вообще как, как бы, куда движется Microsoft с точки зрения развития вот веб-веба и вот поддержки у себя, то есть как бы вот сейчас, ну, как бы уже там кто-то слышал, наверняка знает, что там вы поддерживаете там, стараетесь там поддерживать многие уже утвержденные стандарты, даже что-то новое там вперед других вендоров, браузеров внедрять, да, и там у вас там публичный этот самый, как он называется-то, ну, типа баг-трекер там, не знаю, да, так сказать, есть вот, где можно что-то там проголосовать за какую-то фичу. Вот как вы к этому пришли, расскажи, и вообще, куда все это движется? Сейчас я подумаю, с чего даже начать. Я бы сказал так, что, ну, во-первых, сама по себе идея, что нужно следовать там стандартам максимально правильным образом, она вот, собственно, как-то… Ну, правильная идея-то вообще, да? Я думаю, она всегда была в компании, просто в разной степени, в разных отделах, в зависимости от того, куда был больше клон маркетинговый или технологический, а оно склонялось чашей весов в тельные решения, потому что в реальности Microsoft, я не могу сказать, что там, я просто не знаю, с самого основания Dub3C и так далее участвовал там. Мне кажется, собственно, Dub3C была, наверное, сделана примерно в те же времена, когда первые стандарты появились. Ну, то есть, я почти уверен, что Microsoft там принимал участие, и, то есть, в разработке всех там текущих стандартов Microsoft так или иначе руку приложил и в будущих тоже будет прикладывать. Нам, как правило, всегда есть что сказать, есть опыт, которым мы готовы поделиться и так далее. А дальше, соответственно, наступает такой момент, что когда ты делаешь движок браузера, тебе нужно понимать несколько вещей. Первое, сам стандарт, это очевидно, просто нужно стандартов много, если просто даже на сайт Dub3C заглянуть, там действительно очень много, и изучить веб-стандарты, прочитать все от корки до корки, документацию, например, описание, это то еще упражнение. А тем более совместить их внутри одного технологического продукта, то есть, представьте, у тебя там 400 стандартов, каждый из них на огромное количество страниц, один HTML5, это там, я не помню, но, в общем, там есть его распечатать, там огромнейший талмуд будет. И, соответственно, вот это все как-то скрестить в одном браузере – это сложная задача. Поэтому, когда мы начали вот этот свой крестовый поход за восстановление правильной поддержки стандартов внутри интернет-эксплора, одна из ключевых активностей, которую мы со своей стороны начали драйвить и, соответственно, внутри сообщества, это покрытие стандартов тестами. То есть, каждому стандарту в идеале внутри DAP3C должен быть согласован набор тестов, который позволяет автоматически проверять то, насколько браузер правильно поддерживает тельные веб-стандарты. Понятно, что тестами автоматическими не все можно покрыть, особенно если мы говорим про визуальное отображение, но, тем не менее, значительную часть проверочных таких вещей он позволяет выявить и на этом этапе начать договариваться с другими компаниями. Второй момент, соответственно, это мало сделать, как говорится, следуя букве закона поддержку веб-стандартную, нужно убедиться, что твоя поддержка, она согласована с другими браузерами, и здесь тоже периодически встречаются кейсы, когда тотальный браузер вроде сделал, как он считал правильно по стандарту, но на самом деле поведение браузеров отличается. Иногда это баги в реализации, они бывают у нас и у других вендоров, иногда это просто разночтение трактовки стандарта, которое означает, что там написали так, что разные люди интерпретировали по-разному, и в некоторых случаях какая-то практика применения, уже реализация стандарта входит в обиход настолько, что приходится обновлять сам стандарт, такие тоже случаи бывают. Здесь, соответственно, такая большая плодотворная работа внутри всех заинтересованных компаний. Я просто один момент отмечу, что слушателям наверняка будет интересно заглянуть, посмотреть свои любимые, скажем так, веб-стандарты и посмотреть, кто же те люди, которые занимаются их правкой или работают в комитетах. И вы с удивлением, наверное, обнаружите, что там далеко не только представители ключевых браузеров, там есть представители и других, скажем так, институтов в смысле технологическом, иногда даже в смысле академическом, и это могут быть представители различных организаций, например, jQuery Foundation, это могут быть представители других компаний, которые вам казалось, что они к браузерам не имеют отношения, а на самом деле в каком-то виде имеют. То есть вы в некоторых стандартах можете обнаружить представителей Adobe или Intel и многих других компаний, которые пытаются, соответственно, тот или иной технологический срез курировать или продвигать какие-то решения, которые они считают важными в том направлении. Но я приведу другой еще просто пример, про JavaScript очень простой. Вы наверняка знаете, что есть такие две замечательные штуки. Первая – это Asm.js, такое подмножество, скажем, суперстрогая JavaScript, которую можно более эффективно выполнять, отбросив кучу динамических проверок. И, соответственно, в браузерах таким двигателем реализации этого всего дела были ребята из Mozilla. В нашем случае, соответственно, когда реализовывали поддержку в Edge, во-первых, нам очень сильно помогали, собственно говоря, ребята из Mozilla, и второе – нам очень сильно помогали ребята из Intel, потому что это все завязано на оптимизацию. Слушай, а Intel, они же, по-моему, Sympt – это тоже Intel, да? Да, Sympt – это вообще такая штука, которая, на самом деле, в интеловских процессорах давно присутствует, и, соответственно, те, кто пишет, допустим, на плюсах, они давно этим пользовались для оптимизации кода, и, соответственно, вот за прошедшие годы Sympt инструкции, они попали в .NET в C Sharp, и, соответственно, они попали в JavaScript, соответственно, в тех браузерах, где это поддерживается, можно этим пользоваться. Именно, ну, в смысле, можно писать код и без Symda, в принципе, есть там различные полифилы для этого, а без поддержки в браузере Symda, соответственно, если браузер поддерживает, то просто вы увидите выигрыш в тех или иных сценариях, в основном это связано с обработкой графики, какой-нибудь там криптографии и так далее, где везде нужны расчеты. Ну, расчеты, математика, да, конечно. Да, и здесь, кстати, очень такой тоже интересный момент, это касается и JavaScript, это касается и CSS, те ребят, которые, девушки, да, которые пишут код, ну, верстают страницы и пишут на CSS, наверняка наелись за последние годы истории с префиксами. Ну, сейчас, слава богу, появились всякие инструменты, которые хоть как-то, так сказать, это облегчают, но вообще, и вообще, в любом случае, да, такой вопрос есть. Подставляют нужные префиксы в зависимости от целевого набора браузеров, эта вся история есть, а самое главное, что случилось, по-моему, за последний год, это то, что производители браузеров договорились об одной простой вещи, как эти префиксы, скажем так, вводить и что с ними делать, потому что и с одной стороны, что префиксы зло, и с другой стороны, что префиксы позволяют заранее тестировать, куча всяких аргументов, и вот, насколько я себе представляю, все разработчики браузеров договорились, что добавлять все вот эти экспериментальные элементы, будь это JavaScript, или будь это какие-то там свойства в CSS, или какие-то API для HTML дома и так далее, пока они носят экспериментальный характер, добавлять их под флагами, то есть в каждом, по-моему, сейчас в браузере есть что-нибудь в духе about flags, туда можно зайти и, соответственно, галочек мне отметить, что вы хотите в вашей среде тестировать. Вот это, кстати говоря, очень крутая штука, потому что реально эти префиксы, они просто убивали, вот ты там, чтобы попробовать какую-нибудь фичу, и вот ты начинаешь там О, МОЗ, МС, ВебКит, да, и вот какой-нибудь браузер, значит, решил, что все, мы поддерживаем стандарт, там еще, хотя он не утвердился, уже без префикса, при этом стандарт поменялся, а что без префикса? Без префикса один разработчик понимает, как уже утвержденный, что можно юзать, но при этом стандарт меняется, оно не соответствует стандарту, полная неразбериха, и вот эта вот идея, что, ребята, давайте нафиг все префиксы просто за флагом, это значительно, как бы, мне кажется, чище и понятней просто всем, и разработчикам, если ты включаешь флаг, ты понимаешь, что вот оно тебе стало доступно теперь, это экспериментальная вещь, но ты уже ее пишешь так, как будто бы она в продакшене, а не изобретаешь какие-то у тебя велосипеды там с префиксами против фигней. Вот, ну, единственное, оно, конечно, все вот это за прошедшие лет пять истории с префиксами, особенно вебкитовскими, это не разрешит в массе интернета проблемы, но хотя бы-то все будущее, оно будет там, я надеюсь. Ну да, да, понятно, что так просто это все не уйдет, но спасибо там всяким автопрефиксерам, каким-то там пост-CSS и прочим штукам, которые это дело сейчас для разработчиков уже как бы могут, ну, скрыть, да, скрасить, а в дальнейшем просто это постепенно вещь там со временем отомрет и как бы будет, я надеюсь, какое-то светлое будущее. Соответственно, как мы на все это смотрим, то есть что мы сделали за последние, там, по-моему, полтора года, ребята, которые делают, собственно, непосредственно пишут Edge теперь, соответственно, они сделали следующее, они, ну, запустили некий там портал, он пока называется, не знаю, переименуют они его или нет, он называется dev.modern.ie и, соответственно, они выложили туда фактически roadmap того, на чем они работают, то есть там есть статус платформы и там можно увидеть, какие стандарты мы включили в поддержку, на какие мы работаем, какие мы рассматриваем и, наконец-то, мы со своей стороны сделали это публичной информацией и, соответственно, это позволяет комьюнити давать нам фидбэки, мы, соответственно, вот то, о чем ты говорил, запустили сбор отзывов публичных, это не баг-трекер, это просто публичный сбор отзывов на фич и все прочее, на юзервойсе, соответственно, если у вас каждый стандарт, который есть, там есть прикрепленный опросник или вопрос на юзервойсе, туда можно зайти проголосовать, конечно, если вы набрали больше всех голосов за конкретную фичу, это не гарантирует, что ее обязательно реализуют, потому что есть множество других факторов, которые на это влияют, но, тем не менее, команда на все это смотрит и в своем процессе у них достаточно регулярные спринты и, соответственно, когда они планируют, могут ли они реализовать какую-то фичу в ближайшем будущем, они, соответственно, туда тоже смотрят. И есть еще такой немаловажный момент, там есть какие-то вещи, которые требуют очень больших инвестиций, например, одна из задач по-прежнему, то есть, как бы движок начали обновлять и его уже существенно для рендеринга HTML, CSS и прочего поменяли по сравнению с тем, что было в Е, но, например, дом-модель до сих пор не переписали и сейчас, я не знаю, в каком он статусе, но одна из задач у команды – это переделать внутреннюю архитектуру работы с домом и, соответственно, вот куча новых стандартов, те же самые, там, тимплейты. Ну, Shadow DOM и прочее, да. Вязан на это и до тех пор, пока команда не перепишет внутри Эджа реализацию дом-модели, они, соответственно, просто физически не имеют, ну, это не имеет смысла для них браться за это, хотя они все горят желанием, там, вот все такие крутые фишки, которые востребованы аудитории либо напрямую, либо через какие-то фреймворки с тем, чтобы их, соответственно, реализовывать. Ну да, слушай, ну, кстати говоря, возвращаясь на шаг назад, хотел, знаешь, что спросить, вот мы там говорим, что сейчас много флаги и поддержка новых стандартов, интересно узнать твое мнение, как ты относишься к тому, что вот раньше, ну, как поменялась вообще концепция работы, там, утверждения стандартов, да, раньше это там занимало долгий промежуток времени, когда там просто много редакции, народ, значит, там обсуждал, изучал, потом вот наконец-то утверждал, и вот это было, скажем так, зеленым флагом для реализации, да. Сейчас, как бы, эта концепция, она очень претерпела сильный, точнее, этот процесс претерпел сильные такие изменения, да, и сейчас, значит, уже там всякие вендоры браузерные, они уже даже внедряют еще сырые какие-то только-только там в зародыши появляющиеся функциональные какие-то возможности, пробуют их уже как-то, значит, внедрить, чтобы разработчики конечные, мы там, мы в лице там нас, да, могли их попробовать, поиграться с ними, и уже это на основе этого как бы создается там, скажем так, как причесывается стандарта, да, вот такие две разные взгляды, два разных взгляда там на одно и тот же процесс, у каждого, конечно, свои там плюсы и минусы, да, но вот ты что думаешь по этому поводу? Я думаю, я много насчет этого думаю, ну, во-первых, я, ты знаешь, мне напоминает, у меня математическое образование, вот, мне напоминает историю с развитием математики, то есть, грубо говоря, вот тот срез, который большинство людей учат в школе и даже там на первых курсах вуза, это такая математика, введение, скажем, в математику, несмотря на то, что оно называется высшая математика, это тоже введение в математику, и в одном человеческом разуме и это можно поселить, вот, а когда ты начинаешь копать какие-то современную математику, действительную то, чем занимаются там отдельные люди, то оказывается, что разные разделы математики знают, ну, не обязательно единицы, но суперограниченное количество людей, и вот стандарты, они разрослись до такого размера, что нет ни одного человека, мне кажется, на земле, который бы в полной мере представлял, как все веб-стандарты, если даже мы возьмем только срез фронтенда, потому что, там, если, например, отдельно большая группа стандартов завязана на XML, и большинство фронтендеров ничем связанным с XML сегодня не пользуются, хотя когда-то казалось, что это, там, наше светлое будущее, вот, и, соответственно, вот эта вот сложность, она действительно стала очень большой, она наносит различные отпечатки. Первое, что выяснилось, что писать большую, там, какую-нибудь следующую версию HTML6 или там CSS4 и так далее, это просто невозможно. То есть, никто за это бы не взялся, и это оказалось, что не имеет смысла, и поэтому, как только пришли к идее, что нужно все это дробить на маленькие кусочки, маленькие кусочки оказалось, что можно внедрять и прорабатывать быстрее, и их можно, даже если они пересекаются с другими стандартами, и все-таки можно охватить, там, вот, есть редактор, да, там, конкретной спецификации, там, еще несколько людей, которые ему помогают. Вот эти люди, они пишут документ, и их задача, соответственно, понимать, над чем они работают в мелочайших деталях, мельчайших деталях, вот, обсудить это со всеми производительными браузерами, с теми людьми, кто этими стандартами будет пользоваться, это могут быть как просто обычные разработчики, которые, то есть, ты, как разработчик, можешь пойти в список рассылки DAP3C и написать свой фидбэк, так и разработчики различных фреймворков и так далее. То есть, вот, эти люди, работая над небольшой спецификацией относительно, они могут уже ее сделать хорошей, и сделать ее намного быстрее, особенно, если они сами заинтересованы, ну, знаешь, как это, каждый разработчик стандартов, он отчасти сам веб-разработчик, и поэтому ему уже хочется сделать что-то хорошее, наверное, и поэтому кто-то за ним стоит, и тот же тот или иной вендор, или там компания, которая, если это что-то связано, например, с медиатехнологиями, это может быть медиакомпания какая-нибудь, которая продвигает определенное технологическое решение, или заинтересована в его появлении, вот, все это стало сильно более простым, при том, что стандарты стали сложнее, именно вот в смысле подхода, то есть перестали делать такие монолитные, большие, неподъемные вещи, а начали делать маленькие, поэтому, собственно, динамика очень сильно увеличилась. Ну, это, конечно, да, другой вопрос, что как вот там разработчику за всем этим уследить, потому что оно просто, если раньше ты там прочитал какую-то там парочку книжек, и тебе там их хватало на там какой-то, пусть небольшой, но все-таки период времени, то сейчас ты можешь там вот сходить в отпуск, выйти и увидеть, что там вышло 10 тысяч новых фреймворков, новые технологии, там, не знаю, новый какой-нибудь там браузер, движок, еще что-то, и оно все уже поменялось просто кардинально, как разработчику вот со всем этим, мне кажется, значительно сложнее и тяжелее уследить, потому что там фронтенд-разработчик, да, если даже брать там фронтенд чистый, то все равно он так или иначе сталкивается не с одним каким-то стандартом, да, с целой кучей, он там и CSS, там, JavaScript, опять-таки там, вот значит, шестой, седьмой, какие-нибудь там MediAPI, да, там, WebRTC и так далее, столько всего, и это там по каждому там тонны документации и всякого такого, вот как тут быть-то? Ну, на мой взгляд, тут есть несколько вещей, ну, просто там, мнение, что называется, с улицы, то, что я слышал, в разной степени разделяю. Самое первое, это то, что есть, на самом деле, оно имеет смысл мнения, что прежде чем внедрять кучу новых вещей, я не говорю про новое API, которое там, медиа, например, просто этого раньше не было, а есть очень много вещей там, CSS и так далее, которые они, ну, не обязательно носят, конечно, синтаксический, характер синтаксического сахара, но, то есть, они реализуют более простым образом. Ну, да, говорится, Flexbox, там еще что-нибудь, такие вот в принципе, без этого, и есть мнение, что вот в этой части особенно, как-то индустрия и разработчики браузеров очень резко кинулись придумывать новые вещи, когда сообщество веб-разработчиков в полной мере и тех людей, кто делают фрамворки, не освоило предыдущий срез. Да-да-да, вот это такое мнение я тоже неоднократно слышал, в принципе, в нем вот есть как бы зерно такое истины. Это раз, а второй момент, он заключается в том, что на практике оказывается очень часто, что значительная часть аудитории, мне это напоминает вопрос, а можно ли решить эту проблему с помощью jQuery, что действительно значительная часть вот этой сложности, она часто скрывается за какими-нибудь готовыми фреймворками, шаблонизаторами, чем угодно еще, и в этом смысле, конечно, веб-разработчик становится заложником этого фреймворка, и вместо знания стандарта подменяется знанием фреймворка, но тем менее, такие моменты они тоже есть. И то есть не нужно знать HTML, JavaScript и даже PHP, чтобы сделать сайт на WordPress. Хорошая, слушай, фраза. Да, все так. Но вот опять же ты же сам говорил, что если ты хочешь как бы сделать что-то, какой-то качественный продукт, ты действительно высокотехнологичный и крутой, и клевый, но в любом случае ты должен знать какие-то основы. Если мы говорим, что даже если ты используешь какой-то фреймворк, неважно, то все равно очень неплохо бы понимать, что скрывается под капотом и что получается на выходе. Да, это само собой. Но с другой стороны, понимаешь, мне-то кажется отчасти с другим бэкграундом, что там есть, правда, свои особенности. То есть, например, если бы я писал код на Windows-приложение на .NET, скажем, даже если бы это было комплексное приложение, я бы в нем не использовал такой длинной разрозненной цепочки утилит для генерации конечного кода, скорее всего. Но, тем не менее, я не могу сказать, что сложность текущих клиентских вот этих самых веб-приложений, они стали существенно сложнее, чем то, что было для написания суперсложных каких-нибудь приложений на Win32, для .NET или любом другом продвинутом для текущего времени или другого времени в фреймворке, скажем, десктопном. То есть, у меня нет ощущения, что вот эта вот сложность веб-разработки сегодня, она стала сильно сложнее, то есть, превысила сложность написания, допустим, хорошего сложенного десктопного приложения, где тоже нужно оптимизировать код, где тоже нужно там профилировать, смотреть. Тут смотри, тут, да, я с тобой согласен тоже, что с точки зрения бизнеса какого-то логики, да, но алгоритмической сложности она не увеличилась там или, ну, сопоставимо, скажем так, да, с другими приложениями на других платформах и архиектурных. Тут вопрос в другом, что если взять какое-нибудь там минус приложение, то ты просто запускаешь Visual Studio, да, пишешь код, нажимаешь кнопочку, там, не знаю, F5, F9, Compile, да, и дальше получаешь приложение, и ты вообще не думаешь о том, как там что оптимизируется, куда там что компилируется, сжимается, какие там библиотеки создаются, линкуются. Для тебя все это, по большому счету, скрыто за нажатием одной кнопки. Вебе, вот вебе этого никогда не было, да, и вот это, мне кажется, такой существенный момент, который сейчас, конечно, это куча инструментов, они пытаются, скажем так, решить маленький вот этот кусочек подкапотный, который скрывается за нажатием этой кнопочки, но он только маленький, да, а вот хочется-то как-то вот тоже, чтобы я там нажал одну кнопочку, и у меня все само. Сейчас, конечно, такого плана есть, ну, там, не знаю, всякие вот эти вотчеры, там, еще какие-то, но для того, чтобы этого добиться, все равно надо там написать такую, значит, портянку конфига, да, на несколько страниц, и тогда вот будет происходить некая магия. Вот этот момент, конечно, он немножко расстраивает так. Ну, это вот одна сложность, и вторая сложность, она действительно в том, ну, хотя, на самом деле, для десктопных приложений там тоже нужно в идеале тестировать на разных конфигурациях, потому что там, не знаю, то, что Windows, даже конкретная версия, она вроде как одна, но работает на разных компьютерах с учетом там драйверов, там, особенностей устройств, чего года иногда чуть по-разному, и если ты действительно пишешь сложное приложение типа офиса, тебе там придется с этим заморочиться и оптимизировать все и так далее. А для веба, конечно, есть до сих пор, и я думаю, она будет продолжаться сложность еще со внешним тестированием, когда тебе нужно в разных браузерах проверять, как это все работает, хотя это тоже сейчас достаточно хорошо, начинает хорошо оптимизироваться через там тот же самый Selenium или какие-нибудь там другие фреймворки, которые позволяют исполнять браузеры, хотя бы там скриншоты сравнивать. Ну да, нет, конечно, инструмент развивается, но все равно это все-таки такое еще не сравнить там с более старыми технологиями уже, которые где этот путь прошли, скажем так, дальше существенно. Ладно, да, здесь, конечно, все так, слушай, но мы, так сказать, прошли пока еще стороной проект там Вестминстер, про который как раз-таки Windows 10, вот, и браузеры, давай ты нам расскажи, что это такое, вот, зачем оно и что оно дает возможность. Ну это опять-таки к вопросу о том, что вот мы уже обсуждали, да, ActiveX, значит, отошли в сторону и прочее, сейчас все на вебе, вот теперь и под Windows можно писать приложение. А тут, знаешь, на самом деле корни растут немножко не из ActiveX, я просто в качестве такого бэкграунда несколько вещей просто еще озвучу. Давай, давай. Первое, ну, веб-разработчики на самом деле прекрасно знают, что есть такая штука как Node.js, которая, собственно, позволяет на том же самом JavaScript писать серверную часть, и она свою долю рынка, она, в общем-то, отвоевала и заслужена. И, соответственно, есть еще несколько отраслей, где JavaScript, он как-то так получилось, что он оказался востребованным, и это многие вещи, которые касаются скриптовых элементов архитектуры внутри тех илиных решений. То есть, если я пишу там плагин для Photoshop, я его могу писать на JavaScript, дергая тот или иной интерфейс. Да-да-да, кстати, у меня был в гостях Дмитрий Барановский, я думаю, тоже тебе известный товарищ автор, там, Рафаэль, и он, собственно же, в Adobe, и вот он как раз-таки там на JavaScript они пишут всякие там интересные штуки какие-то внутри Photoshop. Да, потом, значит, если вот есть такой замечательный продукт у нас, называется Microsoft Office, и, соответственно, он мало того, что стал на сегодня там кроссплатформенным, в том смысле, что есть версии под iOS под Android, а мы еще задумались над тем, чтобы в нем тоже модель плагинов расширений поменять. И на сегодня есть, соответственно, там новая модель аддинов для офиса, которые тоже пишутся на HTML в JavaScript. И, соответственно, ты можешь функциональность офиса расширять с помощью JavaScript. Потом есть IT такой сегмент интернета вещей, где разные компании тоже пытаются туда залезть с помощью JavaScript. Есть несколько таких небольших компаний, скажем, условно, стартапов. Есть компания TESOL, которая производит свои платы, где ты тоже можешь писать код на JavaScript. И в этом смысле я не хочу сказать, что JavaScript что-то там вытесняет, но... Но он как минимум, знаешь, я тебя чуть перебью, просто вот в этом плане, мне кажется, как встраиваемый, конечно, Lua, да, очень хорош как встраиваемый компонент, и он много где есть, там и в игрушках как бы, да, там много где встраиваемый. И в Internet of Things тоже много вот вещей. Я просто сам немножко там с этим ковыряюсь, и так бы там он есть. Вот. И вот там в Nginx был Lua, ну, сейчас, правда, там, как известно, буквально недавно, да, они объявили о том, что там некий свой подобие JavaScript. И здесь, в этом направлении сегменте, да, JavaScript начал немножко, ну, так, там, не знаю, потеснять, не вытеснять, но как бы тоже внедряться вот в эти встраиваемые решения. Вот. Я просто к чему? К тому, что это вот есть один такой кусочек того, что происходит. То есть, в некоторых, вроде неожиданных для, там, может быть, веб-разработчика средах появляется JavaScript. Если мы возьмем Windows, то на самом деле писать приложение на JavaScript в Windows можно было очень давно. Была еще такая штука, называлась HTML Application, HTA, когда ты мог написать там некоторую, условно говоря, веб-страницу, набор там JavaScript и так далее. И с этих страниц они, если ты эту страницу сохраняешься специальным расширением, там, несколько методегов ставишь, правда, с кодом внутри на Visual Basic, Visual Basic Script или что-то в таком духе, можно было обращаться к файловой системе и писать в общем-то приложение. Просто это не было как-то массово растиражировано, но тем не менее. Значит, потом, когда запускали Windows 8, решили, что, а почему бы не дать возможность писать внутреннее, к тому моменту, собственно, вот эта идея для сайтов, для веб-приложений, что можно на JavaScript сделать достаточно сложные приложения клиентские, она уже устаканилась. И, соответственно, появилась идея, почему бы не дать возможность напрямую на JavaScript писать приложение для Windows 8. Собственно, это реализовали. И, начиная с Windows 8, в нашей, скажем так, микрософтской экосистеме можно писать, мы говорим нативно на JavaScript, приложение для операционной системы. Что это означает? Это означает, что этот код выполняется не внутри какого-то WebView, внутри какого-то другого кода, а этот код выполняется тогда, когда Windows 8 выполнялся движком Internet Explorer, соответственно, сейчас Windows 10 выполняется движком Edge, и в него напрямую проброшен доступ к системному API. И вот такая функциональность, она, на самом деле, уже несколько лет как существует. И многие наши собственные приложения написаны на этом. Потом мы это, когда мы начали объединять ядро с Windows Phone и 8.1 на телефон добавили, ну и, соответственно, сейчас вот Windows 10, когда мы делаем манифицированную платформу, ты можешь писать приложение на HTML JavaScript под Windows, размещать его в Store, комбинировать его с кодом на C Sharp и в плюсах или там Visual Basic в библиотеках и, соответственно, писать полноценное приложение. Это вот такая идея, которая достаточно уже несколько лет существует, она устаканилась и она продолжает развиваться. Значит, что произошло параллельно с этим? Две вещи. Первая вещь, мы сделали Windows 10 редакцию для IoT и, соответственно, в этот момент мы задумались, а что если вот есть вот этот вот контейнер, условно говоря, приложение, внутри которого есть доступ к системам API, ко всем девайсам подключенным, там Bluetooth, Wi-Fi, USB и так далее. Соответственно, что если взять Node.js и запустить его поверх чакры? Чакры – это движок для JavaScript. И, соответственно, таким образом можно будет писать IoT-решение на JavaScript поверх чакры, поверх Node.js и, соответственно, в принципе, это вот там отдельно такая ветка, которая развивается. А вторая ветка, которую мы делаем, мы подумаем над второй проблемой, которая существует в мире, скажем так, веб-разработки. Это что если ты пишешь веб-приложение, то в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях тебе может быть интересным с точки зрения реализации той или иной функциональности, иметь доступ к системе, к тем API, которые еще не прошли стандартизацию и, может быть, никогда не будут стандартизированы, потому что они специфичны для операционной системы. Но с точки зрения пользовательского опыта это было бы классно. То есть, например, там Windows с восьмой версии есть такая же концепция, как живые плитки. И было бы классным, если бы сайт мог каким-то образом закрепиться и обновлять эту плитку, желательно динамично. А через веб-стандарты сейчас пытаются, скажем, стандартизировать идею нотификации. Ну вот я только хотел, да, то прям буквально я с языка снял, что вот как пример нотификации, которая... Но тут с нотификацией немножко другое, потому что она по большому счету в том или ином виде есть в каждой платформе, да. То есть, Windows своя, там в Mac'е своя, то, что раньше было там Grow, да, в Linux'е тоже там несколько, значит, это типов нотификации, вот. И это как бы то, что есть везде. А вот, например, как ты сказал там про плитки, да, эта вещь, она там специфична. И да, навряд ли она там, скажем так, будет, ну, как минимум быстро стандартизована, но, да, пользовательский такой user experience, что называется, это может быть очень-очень полезно. Это вот как, знаешь, раньше, даже помню, были какие-то JavaScript в библиотечке, которые там обновляли у тебя в иконке, да, в этом самом фавиконе, там количество писем, например, но чтобы ты мог сразу видеть, что вот у тебя там что-то произошло, а тут как бы вот тебе, пожалуйста, и нотификации, вот тебе там на плиточке какие-то там, значит, бейджики поменять, да, вот это вот все про это. Могут быть какие-то другие вещи, которые просто, ну, как бы, не знаю, может быть, у стандартизирующей организации руки до этого не дошли, может быть, за этим там будет какое-нибудь будущее через несколько лет, но тем не менее, то есть, система предоставляет, например, доступ к контактам, календарю пользователей и так далее. Соответственно, веб-приложение, которое крутится в браузер, к этому доступа не имеет, а иногда было бы прикольно, если ты пишешь сайт там с авиабилетами или с какими-нибудь концертами, запихнуть эту информацию в календарь пользователя или позволит написать письмо по адресной книге, которая находится в системе пользователя, согласия пользователя. В некоторых случаях там какой-то более глубокий доступ к аудиосистеме, обработке файлов, может быть, какой-то доступ к каким-то подключаемым устройствам, то есть, ты пишешь вроде как веб-сайт, но тебе хочется, чтобы можно было какой-то специфичный джойстик, не знаю, там подключить по Bluetooth, пообщаться с какими-нибудь iBeacon'ами и так далее. Сценариев может быть масса, просто масса сценариев не означает, что каждый сайт тут вдруг должен расшириться. Нет, нет, это понятно, это просто возможность, которая как бы есть. Да, и в значительной степени, если вот опять-таки исторически посмотреть, одна из ценностей, которую добавлял что Adobe Flash, что Microsoft Silverlight, он как раз и был в том, что они расширяли функциональность браузера, реализуя те фичи, которых в стандарте на тот момент не было. И мы, соответственно, в этом смысле подумали, что было бы неплохо, если бы можно было каким-то образом совместить идею веб-сайта и приложения. И фактически, собственно, сделали вот этот проект Westminster, он сейчас называется, наверное, официально Universal Windows Platform Bridge for Web. И идея, если так вот совсем ее упростить, заключается в следующем. Ты берешь свой сайт, и, соответственно, для тебя, с одной стороны, допустим, ты разработчик, у тебя есть сайт, значит, ты говоришь, мне хочется, что если бы этот сайт запускался на Windows, этот сайт имел какую-то дополнительную функциональность. Она может быть связана именно с каким-то расширением функциональности, она может быть как-то связана со Storm, с монетизацией, все что угодно. И, соответственно, ты пишешь приложение, что из себя представляет приложение. Это некий проект, который создается в Visual Studio, у него есть стартовая страница. Эта стартовая страница обычно там пустая, шаблонная страница, дефолт какой-нибудь HTML, который лежит, собственно, в пакете этого приложения. Мы говорим, что, а что если стартовая страница и вообще всем контекстом исполнения этого приложения будет не то, что лежит локально в пакете или скачанной сторой, а то, что лежит у тебя на сервере. И фактически это и есть твой сайт или твое веб-приложение. И, соответственно, оно показывается, открывается в окне, как обычное приложение. Пользователь может даже не заметить, что контент этого приложения пришел с веб-сайта, а не из какого-то локального проекта. Но при этом в твоей логике, там, коде на стороне веб-сайта, ну, то есть JavaScript файл, который загрузил с твоего сайта. Вот этот JavaScript файл, он при определенных условиях, там просто в манифесте указывается, с каких доменов какие права можно давать. И вот этот JavaScript файл, он вдруг неожиданно начинает получать доступ к системному API. Он может проверить, что, ага, если я выполняюсь не в браузере, а в контексте Windows, есть вот namespace Windows, то, соответственно, я могу начать дергать в этой API. И фактически, следуя заветам фичи detection, ты можешь функциональность своего веб-приложения таким образом расширить. На самом деле, это не обязательно расширение функциональности, ты можешь написать, если у тебя есть идея написать Windows-приложение, то ты можешь Windows-приложение сделать таким образом. Большое преимущество, которое ты при этом получаешь, в отличие от классической механики создания приложений для iOS, Android или Windows, когда у тебя все запихивается в пакет. Это то, что ты можешь отдельно обновлять пакет, когда тебе нужна какую-то оффлайн-функциональность или какие-то библиотеки приложенные расширить, и отдельно обновлять интерфейс и логику своего сайта, не проходя через весь этот процесс сертификации. То есть, ты фактически можешь обновлять приложение, которое… Ну, как бы, в чем преимущество сайта всегда, что хочется тебе каждую минуту выкатывать новую версию. Ну, выкатывай, и пользователь каждый раз, когда он заново откроет браузер в сайт или перезагрузит, он получит новую версию. А в приложении ты можешь в зависимости от вендора ждать несколько часов или несколько недель, когда у тебя апдейт прикатится. А здесь, соответственно, ты вроде как получаешь, как пользователь получает экспириенс в приложении, но при он сидит навсегда на свежей версии. Вот. В этом есть такая большая плюшка. Ну да, это круто. Я, кстати говоря, когда ты рассказывал про интеграцию, вспомнил один забавный случай. Когда-то давным-давно я там писал пачку приложений, ну, веб-приложения, они там работали в шестом эксплореры, и у меня, никогда не забуду, значит, от одного тестировщика поступил такой, значит, баг, было зарегистрировано, что выключать скринсейвер Windows пока запущено приложение. Я, значит, очень долго пытался объяснить, что я, к сожалению, не могу из окна браузера, из странички контролировать там скринсейвер или еще что-то, или там открывать на двух мониторах. Вот. А теперь, значит, вот, видишь, теперь такая возможность, ну, там... Ну, кстати, да, вывести изображение на второй монитор, там, какой-нибудь плейтуб проиграть на телевизор, вот, да, системно API это позволяет сделать. Ну вот, вот, круто, видишь, будущее наступило, не прошло и, там, десяти лет. Здесь, опять-таки, для нас, как бы, вот, возвращаясь там к тематике веб-стандартов, очень важно, что вот, если ты пишешь приложение, то, да, скорее всего, ты будешь это делать, ты можешь прямо сразу, там, считать, что у тебя веб-контекст написан, весь готовый, а если ты таким образом пытаешься, там, существующего приложения, которое в браузере расширить, то тут надо действительно грамотно подходить с тем, чтобы не было, там, специально отдельной ветки для Windows, а скорее это действительно должно быть неким таким естественным путем, а-ля, там, фича детекшена, еще чего-то. Ну, да, да. Один, знаешь, какой-то такой принципиальный момент для нас был, он в том, как сделать для веб-разработчиков это наиболее комфортным, я сейчас пояснил эту фразу, то есть, с точки зрения веб-стандартов. И потому что в Windows API на одной из конференций, я когда рассказывал про разработку приложений на JavaScript для Windows, там была хорошая шутка в мой адрес, что даже если Microsoft пишет код на JavaScript, все равно получается .NET. Вот, и Windows API, он действительно выглядит, как там, очень похоже на .NET, вот, и веб-разработчикам многим это не знакомо, и поэтому есть некий такой специфичный очень маневр. Наверняка все, ну, многие слышали про проект Apache Cordova, он же в лице Adobe называется PhoneGap. PhoneGap, да, Cordova. Вот, и, соответственно, еще там со времен Windows 8 мы с ними активно сотрудничали, и, соответственно, одна из идей принципиальных PhoneGap, она заключается в чем? В том, что, ну, помимо того, что ты пишешь на HTML, JavaScript, кросс-платформе, и все прочее, если посмотреть в идеологию PhoneGap, то они говорят следующее, что, конечно, мы даем возможность работать с некоторыми системными API единообразно на разных платформах, и к тем API, которые, вообще говоря, с точки зрения браузера, движка браузера, не стандартизированы, может быть, никогда не будут. Кто-то из них там ближе к стандартизации, кто-то меньше. И идея PhoneGap заключается в чем? В том, чтобы тот API, который они выставляют для JavaScript, например, сделать его максимально близким к веб-стандартам. И в этом смысле, хочешь ты работать с геолокацией на разных устройствах, ты получаешь у PhoneGap API, который один в один повторяет геолокейшн API из веб-стандартов. Ну, это, кстати, круто. Вот это очень, мне кажется, крутая такая идея, чтобы даже что-то свое, но максимально близко приводить к стандартам, и тем проще будет, соответственно, разработчику. Если они понимают, что какой-то API, начиная стандартизацию, они скорее поменяют API с тем, чтобы для веб-разработчика или разработчику на JavaScript, это было максимально близко к стандартам. И, соответственно, для нас внутри этого вестмистера один из возможных сценариев, который мы рекомендуем разработчикам, если вы не для Windows пишете, а вы хотите сделать максимально близкий к стандартам код, чтобы вы внутри своего проекта, на сервере, как ни странно, положили как библиотеку, а потому что Apache Cardovo для Windows это JavaScript библиотека, не нативная. Как на других платформах, просто Apache Cardovo это такая связка нативного кода с неким таком бриджем строковой передачи параметров и большой библиотеки на JavaScript. Вот на Windows я рассказывал, что у нас прямой доступ к API, и, соответственно, Apache Cardovo на Windows это просто маппинг из одного JavaScript API в другой. И, соответственно, мысль в том, что ты пишешь свой сайт, кладешь рядом библиотечку Apache Cardovo, если ты понимаешь, что тебе нужна функциональность, ты дергаешь Apache Cardovo, например, GeoLocation, дергаешь GeoLocation из Apache Cardovo, он максимально или соответствует в полной мере стандарту, а уже Apache Cardovo дергает GeoLocation API Windows, который веб-разработчику может быть незнаком. И вот это возвращаясь к тому, как изучить все. Если у тебя достаточно функциональности, которые выставляют в виде API Apache Cardovo, то используй его вместо того, чтобы изучать какой-то там API Windows, и для тебя это будет наиболее комфортный способ писать приложение. Ну, слушай, это, да, очень-очень круто, круто. Потому что действительно там веб-разработчикам вот эти такие многословные namespace, как в Java, в .NET, им, конечно, непривычно все это писать. В JavaScript там точка, что-то, точка, что-то, точка, что-то, 5-6 этажей. А тут как бы ты получаешь то, к чему привык, и вот на выходе. Круто. Слушай, ну, давай теперь поговорим, наверное, вот про… хочется поговорить там про сообщество и вот как-то, ну, в смысле, социальные какие-то аспекты. Опять-таки ты же там евангелист. Вот расскажи, как вы там вот… Ну, уже мы, конечно, затрагивали в какой-то степени, да, там, вопросы, как вы взаимодействуете там с сообществом, и как, кстати говоря… Ну, давай начнем, знаешь, с такого вопроса. Как тебе кажется, вот изменилось отношение там разработчиков, сообщества к Microsoft, ну, и в первую очередь в контексте веб-технологий, там, браузер, потому что, ну, как бы шестой интернет-эксплорер, он, конечно, такая веха в нашей истории и действительно большая, заметная роль сыграл, но его же никто там, да, не любил, и все там сейчас с ужасом вспоминают, когда там для него писать. И всегда так, знаешь, как бы, о, Microsoft, шестой эксплорер, всякое такое. То вот как сейчас, тебе кажется, поменялось это и в какую сторону? Ну, я смогу сказать, что вижу, что в лучшую, и это очень радует, но вот ты со своей стороны как это видишь? Ну, я, собственно, я начинал с того, что я, когда пришел на Microsoft, мы еще, я не помню какую, но то ли седьмую, то ли восьмую версию интернет-эксплора тогда еще продвигали, и как раз, собственно, там, седьмая, восьмая версия, там, как раз начался вот этот вот переход в Microsoft в сторону, ну, давайте мы все-таки снова начнем делать браузеры, попытаемся делать хороший браузер. Вот это вот движение в сторону веб-стандартов, оно шло, конечно, не очень, не так быстро, как хотелось бы, но шаг за шагом что-то получалось, и, соответственно, я вот всю эту историю отчасти там на себе чувствовал и слышал, были лично у меня там отдельные моменты насчет там негатива по отношению к интернет-эксплору, когда хотел сказать, ребята, а вы же под него еще даже не писали там шестую версию, которую вы ругаете, это в основном касалось там студенческо-школьной аудитории, у которых, я не знаю, это, наверное, кинетическая память, или как это должно называться, но тем не менее, то есть, понятно, что есть достаточно большое количество зрелых разработчиков, которые собственноручно писали веб-страницы во времена интернет-эксплору, не знаю, там, шесть, пять, Netscape и всего прочего, хотя я не уверен, что они все еще занимаются веб-разработкой, скорее всего, они уже куда-нибудь в другую сторону выросли, вот, хотя наверняка есть и те люди, которые продолжают этим заниматься, и, соответственно, вот именно динамика последних лет, после выпуска, там, десятый, особенно, там, одиннадцатого интернет-эксплору, она как-то стала существенно другой, то есть, сам тон отношения к Е, то есть, по-прежнему пинают интернет-эксплору, вспоминают теперь не шестой, а там, восьмой и какие-нибудь предыдущие версии, но все больше, что мне лично приятно, и компания, наверное, тоже, я слышу отзыв о том, что браузер хороший, стандартный, мы поддерживаем правильно, иногда неожиданно и приятно, там, для меня я вижу, что люди, которые никак не аффилированы с Майкрософтом, наоборот, говорят, типа, ребята, это вы еще там под другой браузер и не пробовали писать, вот, а второе такое, то есть, ну, мы действительно, на самом деле, стараемся быть более открытыми, то есть, вот, все, что мы обсуждали про, там, юзер войс, там, открытый road map и так далее, это вот часть вот этой истории, и второе, ну, помимо того, что продукт, в смысле движка, должен быть тоже хороший и качественный, а вторая важная вещь, это то, что Майкрософт начал двигаться очень сильно в сторону работы с сообществом open source и так далее, и здесь множество таких разных аспектов, я думаю, они даже не всегда складываются в какую-то, их легко сложить в единую картину, но, тем не менее, то есть, это одна и та же группа людей, которая распределена, скажем так, по миру, есть большая, там, группа, которая работает в корпорации в Redmond, в Сиэтле, есть вот такие люди, люди, как я, которые работают в разных странах, и, собственно, наша, там, большая цель – это взаимодействие с людьми снаружи в силу, там, возможностей, загруженности и так далее. Понятно, есть всякие оговорки на этот счет, и, собственно, одна из таких вот важных направлений, которые последние, там, два года развиваются, это стараться своими силами вносить вклад в какие-то позитивные open-source решения, которые либо мы создаем и продвигаем в сообщество, либо мы помогаем сообществу делать, то есть, мы можем подключаться в код чужих решений, вносить какие-то правки, рекомендации, там, pull-requests и все прочее, и мы создаем некоторое количество фреймворков, которые мы выкладываем в сообщество, и здесь, собственно, тоже очень много позитивных отзывов мы слышим, ну, тот же самый TypeScript, который я, по-моему, уже упоминал, я, на самом деле, поражен был в какой-то момент, когда, в том числе в России, на конференциях, там, метапах, которые совершенно никак не связаны с Microsoft, разработчики берут и рассказывают, как они внедряют TypeScript, я думаю, ого. Ну, TypeScript, кстати говоря, да, очень такая тема, которую затронули у нас там, вот у нас там на мозг у JS, на наших там, и вообще в нашей там веб-тусовке такой JavaScript-овой, да, там, Саша Александр Майоров из Tutuon, там, прям, они у себя его внедрили, как бы активно на нем, так сказать, пишут, он и про это там на хабре пишет статьи и рассказывал, собственно, вот на рите, который, да, весной, да, проходил, собственно, там была большая секция фронтенда, вот, и это, как бы, круто, кстати говоря, да, вот, в принципе, такой проект, который захватил, мне кажется, очень позитивно такой, ну, разработчиков. Собственно говоря, про TypeScript, что интересно, что, ну, во-первых, он вырос из тех наработок, которые у нас были вокруг трансляции C-Sharp в JavaScript. Интересно. Второй момент, он заключается в том, что я вот был на внутренней конференции летом, там была интересная очень сессия с Андресом Хелсбергом, которая стоит, собственно, за TypeScript-ом, это тот же самый человек, который раньше стоял и до сих пор стоит за C-Sharp-ом, до этого он стоял за Delphi, и у него много других достижений, и он, собственно, рассказывал про то, как поменялась культура внутри Майкрософта с точки зрения разработки каких-то там решений и так далее. Понятно, что есть там часть, условно говоря, проприетарная, где там априори код закрытый, но вообще говоря, когда создается какое-то новое решение в Майкрософте, если раньше считалось, что нужно пройти через особую процедуру этот код, чтобы его открыть, выложить в Open Source, это там нужно 100-500 причин, почему это должно случиться, то сейчас, по крайней мере, как-то стремление, оно заключается в том, что мы by default должны рассматривать любой там новый продукт, проект, там, если это библиотека или еще что-то, как потенциально открытый, вплоть до того, что, то есть мы, когда его до какой-то там альфа-версии выложили, чтобы его там выложить на GitHub, и сразу его рассматривать именно открытый, и наоборот, команда, которая его делает, должна найти причину, почему она хочет его закрыть. TypeScript это был один из таких, собственно, флаговых проектов, который изначально нацелился на то, что его нужно делать вместе с сообществом, и на нем мы, на самом деле, очень многом научились. Ну, те люди, которые, разработчики, следили за TypeScript, может быть, самых первых версий, еще могут вспомнить, что когда-то давно, но, в принципе, до сих пор существует, но первые версии TypeScript были выложены на нашем собственном таком проекте для, площадке для открытых проектов, называется, по-моему, CodePlex. CodePlex, да-да-да, есть такая. Вот, и, соответственно, в какой-то момент стало понятно, что, конечно, прекрасно, что мы его открыли, там, выложили и так далее, но движуха вокруг, там, сообщества веб-разработчиков, контрибьюшенов в Code и так далее, она лежит в другом месте, который называется GitHub. И, соответственно, в какой-то момент этот код перенесли на GitHub, и от чуда оказалось, что есть масса людей, которые заинтересованы в развитии проекта, которые готовы контрибьютить в Code, помогать, там, писать разные части проекта, делиться своим опытом, и, то есть, для Microsoft во многом это было таким большим открытием, что, а, во-первых, нам нужно, там, не свое, может быть, пытаться создать, а прийти туда, где уже есть большое сообщество и работать с ними в удобной для них среде, а второе, изменение культурное, которое произошло в Microsoft, это то, что оказалось, что, грубо говоря, мало выложить там код и сказать, теперь мы открыты, open source, то есть, на самом деле, если ты выложил код и его за open source, это не означает, что ты молодец-молодец, и ты теперь дружишь со всем сообществом, и нужно везде махать флагом «я за open source», вот, как-то оно не очень соответствует действительности, вот, оказывается... Но это только первый шаг, это всего лишь один, единственный первый шаг. Что дальше нужно работать по правилам сообщества, сообщество, там, слушать, их, если ты там со стороны как-то сообщества, да, там, в какой-то проект запилил несколько реквестов на то, что вот какую-то фичу нужно сделать, обосновал это, а тебя продолжают игнорить, это как-то неправильно, вот, то есть, и команды внутри Microsoft инженерные, вот, все, кто делает какие-то проекты наружу, они, соответственно, через себя все это пропустили, прочувствовали, и уже, соответственно, сейчас внутри компании активно делятся вот этим опытом инженерным. И есть некоторое количество других проектов, где, собственно, мои коллеги уже, там, не из инженерных, потому что TypeScript это, скорее, такое из продуктового решения рядом где-то с Visual Studio и теми продуктовыми командами, которые пишут различные проекты у нас, типа Outlook, Web и так далее, то есть некоторое количество, которое выросло из просто осознание потребности, что мы, а, можем, нам это интересно, б, нам это интересно, и цель, это интересное сообщество, тот же самый Babylon.js, наверняка многие слышали, такой фреймворк вокруг WebGL, и, собственно говоря, он достаточно хорошо пошел, с одной стороны, в массы, а с другой стороны, комьюнити тоже подключилось к его созданию, если в первой, там, какой-то версии итерации основными контрибьюторами, скажем так, было, по-моему, два или три человека из Майкрософта, причем не из Карпова, а из Франции, если я не ошибаюсь, то, соответственно, сейчас там достаточно большое комьюнити вокруг этого, которое активно контрибьюти в код, и у нас есть еще несколько проектов на эту же тему. Вот, на тему Вестминистра есть такой побочный, скажем так, проект, который называется Manifold.js, который, собственно, позволяет какие-то, в каком-то смысле аналогичные приложения собирать под другие платформы, и второй проект, если не ошибаюсь, Warland.js, который, собственно, нацелен на то, чтобы облегчить удаленную отладку Web-приложений на разных устройствах, платформах, расширяемые и так далее, соответственно, вот его тоже мои коллеги пилят, и тоже в такой вот уже open-source среде, и, ну, как бы, я просто вижу, что комьюнити на это очень хорошо реагирует, и от этого, в том числе, меняется там взгляд на Майкрософт, и это, как бы, действительно сказывается позитивно. Просто одну цитату в заключении своей тирады скажу, я не помню, то ли на Хабре, то ли, по-моему, на Хабре кто-то высказался как-то, там, то ли после очередной статьи про TypeScript, то ли еще что-то, что, как бы, вот, единственное, за что, там, Майкрософту можно, там, веб-разработки похвалить, и что Майкрософт сделала, там, это вот TypeScript, за это, там, огромное спасибо и так далее, ну, как бы, я вот читаю со стороны Майкрософта, ну, приятно. Не, ну, безусловно, приятно. Ну, ты тут много всего сказал, у меня в процессе появлялись куча-куча мыслей, вот, ну, я, кстати, вот мы уже про это даже с кем-то неоднократно, наверное, даже в моих, так сказать, выпусках SDKs-то говорили, что вот там ты говоришь про взаимодействие с сообществом, да, когда перенесли там код с Кодплекса на GitHub, вот оно стало, вот, просто еще раз хочется, наверное, подчеркнуть, что GitHub, мне кажется, в этом плане сыграл одну из таких ключевых ролей, и вот, когда ты выкладываешь проект на GitHub, когда он лежит на GitHub, да, это как-то сразу вот уже, я не знаю, может быть, ну, располагает разработчика к тому, что, скорее всего, там его проект как-то посмотрит, ну, то есть, с ним как-то будут общаться там мейнтейнеры, то есть, вот, раньше, мне кажется, было, знаешь, такое ощущение, когда там вот, там, ну, ведь много же открытых было, SVN-ов там, да, там, не знаю, вот, там, Кодплекс тоже целая там платформа, где много лежит проектов, но как-то не было, вот, нет такого ощущения, что ты туда, ну, кажется, что там как-то пусто, то есть, ты приходишь, ну, да, вот лежит проект, но ты как-то не чувствуешь вот этой какой-то жизни, скажем так, да, там, то есть, ты пришел, ну, да, вот, вроде бы скачал, вроде можно посмотреть, но вроде как и коммитить как-то не хочется что-то, а вот GitHub тут как-то все, ну, не знаю, может быть, как-то так они это очень-очень удачно попали, или как-то это все распухло, так сказать, да, раздулось, разнесло, там, ветром по миру, но туда реально как бы разработчики, которые там используют, они просто вот, я это по себе даже вижу, да, ты берешь любой проект, там, раз, нашел какой-то баг, или там нашел иши, записал иши, или там даже Merge Quest, ну, в течение нескольких дней максимум тебе там и ответят, ну, я имею в виду про нормальные, потому что, безусловно, как бы и там хватает мертвых, наверное, да, но вот я к тому, что в целом вот такая атмосфера очень добрая, и она так очень позитивно сказывается как на сообществе, которое понимает, что вот проект есть, и что у него есть обратная реакция, и что, так сказать, авторы взаимодействуют, так и положительно сказывается на репутации, как бы, самого автора, ну, имеется в виду там, если говорить там про компанию, которая выложила проект, да, то на как бы каком-то самой компании рейтинге, там, не знаю, или отзывах как-то так. Да, есть, знаешь, еще такое просто, скажем, два момента тут важных, как бы, почему GitHub оказался такой очень классной вещью. Во-первых, ну, вот я возьму самый простой пример для меня, тот же самый наш CodePlex, как бы CodePlex, вот, представь себе, что ты там, допустим, не имеешь отношения, наверное, к Microsoft никакого, и те говорят, вот там есть код где-то на каком-то CodePlex, и ты так и думаешь, ну, это там площадка Microsoft, это, наверное, только для тех, там, кто .NET знает, там, и мне там ловить нечего, и там вообще непонятно, что и как, а GitHub, он был интересен, и я думаю, он долгое время будет интересен именно тем, что там совершенно разношерстная аудитория с разным бэкграундом, и как-то так оказалось за последние годы, что очень многие даже там .NET, как для нас разработчики, которые там, когда-то казалось, что вот он .NET разработчик, значит он .NET разработчик, а сейчас оказывается, что он там, может быть, конечно, он знает .NET и C-shark, но он знает еще и интересуется многими другими вещами, и там, условно говоря, наша целевая аудитория, она стала сильно шире и сильно разнообразнее, даже если мы там говорим про .NET, она уже, это другая аудитория, чем по сравнению с тем, какой она была 5 лет назад. То же самое касается веб-разработчиков, то есть ты не можешь сказать, что вот там .NET разработчики, если мы говорим про Microsoft, что вот он только про .NET, и он там шаг влево, шаг вправо, он уже там не видит ничего подобного, он за всем следит, он знает, и, соответственно, он применяет там любые другие библиотеки решения, все, что ему понадобится, и поэтому GitHub, который изначально там был, сопутствовал разнообразию, и там, как говорится, на все вкусы, на все масти есть там решения и сообщества, он как раз создал такую более открытую среду, которая соответствует современному духу времени, что ли. Ну да, я, кстати, знаешь, что я тут еще подумал, что вот, ну не знаю, у меня такое ощущение, может быть, ты скажешь, я ошибаюсь, не знаю, поправь меня, что вот как-то там, ну веб, ну в первую очередь, наверное, веб-разработчики и там разработчики Linux, да, они вот, ну поскольку он там Linux изначально как бы open source, да, там вот всегда было вот это ощущение, ну не ощущение, в смысле желание там как бы обратной связи, там какой-то контрибьютинга в проекты, то вот в плане Windows там, ну и там C Sharp как-то их все-таки мало было открытых каких-то open source там и проектов, и библиотек, а вот все-таки в последнее время, ну мне кажется, это тоже начало активно расширяться, в смысле, что многие стали выкладывать свои вещи, в том числе и под Windows, то есть, ну то есть Windows, поскольку она всегда была какой-то такой закрытой, да, платформой, и мне кажется, как-то мало чего вот выкладывалось там в open source, а сейчас все-таки это тоже меняется, вот у тебя есть какое-то такое ощущение или я ошибаюсь? Вообще да, ну на самом деле даже мы сами наши примеры SDK под десятку выложили на GitHub, а с точки зрения сообщества, да, то есть я просто наблюдал по восьмерке, например, очень простой пример, вот точно так же, как мы там свои собственные проекты в какой-то момент, и то же самое там ядро .NET и все прочее, мы же это все запонсорили. Да, да, это очень круто. Мы это все перенесли на GitHub, и как-то неожиданно вот то же самое, что мы почувствовали на .NET, другие наши команды, которые там на TypeScript почувствовали, другие команды, которые занимаются там всем, что связано с ISP.NET и .NET, они на себе это тоже очень хорошо прочувствовали. И на самом деле все те активные разработчики, которые писали какие-то компоненты, скажем, под Windows платформу, которые их open source-или, они вот точно так же, как мы, они прошли через этот процесс, они, как только они начали выкладывать свой код проекта на GitHub, они увидели вот эту отдачу, и с точки зрения, понимаешь, как это майндтрейнера любого проекта, когда ты чувствуешь, что тебя читают, тебя там, тобой пользуются, ты видишь эту статистику, тебе пишут какие-то рекомендации, у тебя какое-то внутреннее желание развивать, продолжать свой проект, оно как-то тоже растет. Да, да, оно усиливается, скажем так, подкрепляется, знаешь, подпитывается, без этой безобратной связи, конечно, знаешь, оно как бы грустно, а когда ты вот это чувствуешь, это хочется, наоборот, да я тут еще там столько всего с гор сверну, что называется. Ну да. Да, да, это круто. Слушай, ну что, по-моему, мы так довольно-таки неплохо обсудили все какие, наметили вопросы, да, вот, я думаю, давай потихонечку, наверное, закругляться, может быть, если что-то хочешь в завершении выпуска сказать, то давай. Сейчас я подумаю, неожиданно внезапно даже. Ты знаешь, это для меня тоже было так же неожиданно, но оно вот так пришло, так что не мог не задать. На самом деле, просто одна, я не знаю, как это просьба, не просьба, пожелание к всем тем, кто нас слушает, это, оно очень простое, как бы, ну, я его постараюсь сконцентрировать на конкретно продукт, это Edge, хотя вы можете применять все то же самое к любым нашим продуктам Майкрософта. Я хочу обратить внимание на один просто такой факт, что за последние годы команда Edge, она стала именно инженерной ее, скажем так, часть, стала сильно более открыта к веб-разработчикам, к общению с внешней аудиторией, и я рекомендую обратить просто на два факта, которыми вы можете пользоваться, если вам вдруг что-то в Edge, скажем, не нравится, вы видите, что там есть какие-то баги, или вы хотите, чтобы какая-то новая функциональность появилась, значит, два факта. Первое, у нас есть твиттер, если не ошибаюсь, он называется mshdev, и, соответственно, этот твиттер, в отличие, может быть, от того, как многие думают, если вы вдруг про него слышали, его ведет инженерная команда, то есть это не маркетинг какой-то, это непосредственно PM и инженеры, которые делают продукт, и, соответственно, туда можно писать, они периодически устраивают сессию вопросов-ответов, это раз. И второй момент, если вы посмотрите внимательно на блок Edge, мы, наверное, ссылку тоже приведем, там периодически появляются всякие интересные статьи на тему, как правило, тех или иных стандартов или решений, которые мы там делаем, поддерживаем внутри Edge, и обратите внимание, что практически всегда в конце этой статьи есть имя автора этой статьи, там обычно это либо какой-то инженер, либо PM, который отвечает за конкретный блог, и, соответственно, есть его контакты, ну, как минимум, какой-нибудь твиттер. И, соответственно, если вдруг вам нужна соответствующая функциональность, как ни странно, самый правильный способ, помимо всех юзервозов и всего прочего, это просто не стесняясь написать этому человеку, который непосредственно за эту фичу отвечает, они, как правило, все достаточно активные, и не случайно они приводят твиттер, им можно писать в твиттер, они на него отвечают, реагируют, и, соответственно, таким образом передавать фидбэк напрямую тому человеку во вход любых других цепочек, который за конкретную фичу отвечает, и это, в общем-то, часто работает. – Да, да, это очень круто. Ну что, Кость, спасибо большое, что пришел, мне кажется, было очень так динамично, бодро и позитивно. – Ну, слава богу, спасибо тебе. – Да, друзья, всем спасибо, что были с нами, и до новых встреч, пока-пока. – Всем счастливо.